Вопрос взрослого населения России 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 Юлия Владимировна Виноградова, директор департамента по молодежной политике Казанского федерального университета, Гульнас Морданова, руководитель проекта «Марафон добрых дел». И Аделя Октареева, руководитель Добровольческого центра студентов Казанского федерального университета «Планета добрых людей». Также в студии находятся руководители-представители актива добровольческих центров общественных организаций Татарстана и ВУЗов Казани, Про форги, соцсорги Казанского федерального университета. В рамках ток-шоу мы обсудим три актуальных вопроса для добровольческих центров и общественных организаций. И первый вопрос звучит так. Цена доверия, как заевоевать и не потерять? Пожалуйста, Ляля Дмитриевна, начнем с вас. Как-то неожиданно. На самом деле, я хочу сказать, что третий сектор и некоммерческие организации в Республике Тарстан, в России в целом, достаточно активно развиваются. Поскольку в этой сфере я работаю уже много лет, и я помню те времена, когда понятие некоммерческой организации вообще было чуждо, когда говорила о том, что у вас какая-то компания, нет у нас некоммерческой организации. А что это значит? Сейчас уже этим никого не удивишь. Есть много фондов, которые активно работают, которые на слуху. И во многом это связано с тем, что ситуацию сильно изменило наличие грантовых программ в России. Когда несколько лет назад в России появились президентские гранты, третий сектор создания некоммерческих организаций стал довольно интересным людям. Если раньше получить грантовое финансирование было довольно сложно, нужно было либо за границей где-то на гранты подаваться, либо искать спонсоров для своей деятельности внутри страны. Сейчас эта ситуация несколько меняется, можно получать гранты. Ну и, собственно говоря, вот эта вот ситуация, когда благотворительность, готовность поддерживать фонды достаточно подросла, она тоже сильно влияет на то, что некоммерческих организаций становится больше. Там, где каких-то некоммерческих проектов, движений, организаций становится больше, появляется, конечно, некая попсовость этого процесса. Давайте вспомним, что происходило, например, года два назад со сбором средств на больных детей. Когда-то это было совершенно не принято. То есть, если в семье случалась такая сложная ситуация, такое, на самом деле, горе по большому счету, когда заболевал ребенок или взрослый человек, люди оставались один на один с этой ситуацией и даже стеснялись у кого-то попросить средства. Потом стало довольно популярным просить помощи у людей, собирать средства. Это все собиралось либо на карточку родителей, либо на счет, либо можно было куда-то деньги принести. Потом ситуация стала развиваться так, что вот эти фотографии больных детей стали окружать нас всюду. Все помним, как из каждого лифта на нас смотрел какой-нибудь больной ребенок. Но это были, как правило, мошеннические организации. То есть люди под видом сбора на какого-то ребенка собирали средства, даже, может быть, на средства действительно зарегистрированного фонда. Но тут есть тонкий момент. Ведь, с одной стороны, для того, чтобы фонд функционировал, нужно, чтобы все-таки получал зарплату руководитель фонда, и какой-то аппарат существовал, в зависимости от того, насколько масштабна деятельность. С другой стороны, ведь цель существования того или иного проекта, это все-таки благополучатель, в данном случае, например, какой-то больной ребенок. А многие мошеннические фонды поступали, либо все эти средства, собранные на якобы сбор и на лечение какого-то ребенка, оставляли себе, либо иногда отправляли родителям какую-то очень малую долю от того, что собрали. Такая ситуация была распространена среди тех, кто собирает на улице в какие-то короба средства. Такая ситуация была распространена среди маленьких фондов, которые в социальных сетях организуют сборы. Такая ситуация распространена была с теми, которые в лифтах как раз собирали. Потому что на самом деле, ведь разместить рекламу в лифте тоже стоит денег, как правило. То есть это был нормальный бизнес-проект. Люди инвестировали в рекламу под видом сбора на ребенка. Тогда крупные, серьезные фонды, которые действительно преследуют цель помощи своим благополучателям, стали буквально трубить об этом во все трубы, говорить о том, что очень много мошенников. Проверяйте, кому вы переводите деньги. Это та же самая ситуация, как с нищими на перекрестках. На самом деле они достаточно хорошо зарабатывают, и это большая мафия, особенно в больших городах. И тут, с одной стороны, хочется помочь человеку, с другой стороны, ты поддерживаешь большую систему, которая мошенническая, на самом деле, по сути своей. Поэтому сейчас, на данный момент, на мой взгляд, третий сектор некоммерческой организации, общественные проекты находятся на таком достаточно интересном этапе развития. С одной стороны, есть уже большое количество фондов, которые выросли, которые профессиональны, которым доверяют люди, которым доверяет их профессиональное сообщество, которые действительно работают круто, хорошо и помогают многим. Это и те фонды, которые у нас у всех на слуху. Мы все доверяем Чулпан Хаматовой. Мы все знаем, что в Казани, например, функционирует фонд Анжелы Вавиловой, который начинался, на самом деле, с грустной истории, когда самой Анжелы не стало. Ей собрали средства на лечение, и девочка не дожила до того момента, когда она отправится в Германию на лечение. Ее родители создали фонд, ему уже много лет, и сейчас они строят уже второй хоспис. Это действительно огромная, потрясающая, очень профессиональная, абсолютно искренняя работа. Но вместе с этим есть огромное количество вновь появившихся проектов, добровольческих, благотворительных и так далее. Это не значит, что они плохие. Может быть, люди, которые их создают, тоже преследуют благие намерения, а может быть, и нет. И вот это проверить можно только каким-то, я не знаю, личным контактом, потому что системы какой-то такой проверки вот этих всех благотворительных проектов, ее на сегодняшний день, к сожалению, не существует. Пока еще третий сектор до этого не дорос. Вместе с тем, есть еще один тренд. Это профессионализация деятельности добровольческих проектов и некое их объединение в большие сообщества. Во многом эта работа строится вокруг Общественной палаты Республики Татарстан. Во многом эта работа строится вокруг ресурсных центров, созданных для некоммерческих организаций, которые помогают им работать профессионально. Такой ресурсный центр есть в Челнах, есть в городской центре образования в Казани. И все они занимаются развитием вот этого третьего сектора профессионализации работы некоммерческих организаций. С одной стороны, на самом деле в работе некоммерческих организаций действует большое количество тех же законов менеджмента, которые работают в нормальном бизнесе. Потому что нужно завоевывать внимание и доверие аудитории, потому что нужно простраивать бизнес-процессы внутри, нужно делегировать обязанности. Вы не сделаете большое количество добрых дел только своими руками. Растут, развиваются те проекты, которые работают как действительно нормальный профессиональный проект, которые делегируют свои обязанности, завоевывают большую аудиторию и так далее. С другой стороны, есть тренд того, что приходят люди и начинают в какой-то мере, ну свои маленькие проекты начинают, да, там собрались втроем, отвезли подарки в детский дом, вот классический пример. С детскими домами ситуация, ну поскольку детский дом это первое, что приходит на ум, когда тебе хочется кому-то помочь, ведь считается, что если родителей нет, значит им совсем грустно, вот мы их развеселим, и значит нам где-то там в карму зачтётся. Тут тоже такой тонкий момент, понимаете, потому что таких помощников очень много. Ни один директор детского дома вам не скажет, что нет, нет, спасибо, идите отсюда, веси свои конфеты, у нас уже были тут полчаса назад, у нас уже диабет. Нет, вас будут принимать, вам будут благодарны и так далее. Но поскольку это такая довольно тема, скажем так, попсовая, особенно именно с конфетами идти, да, то есть поверьте мне, в детских домах много чего не хватает. Я сейчас уже отошла от этой темы, практически не стыкуюсь с ними, и детские дома тоже бывают разные. И тут как бы, ну вот первое, что приходит на ум, люди покупают либо корм собачкам в приют, либо конфеты детям в детский дом. Причём если корм ещё как-то сбалансирован, то с конфетами уже, на мой взгляд, совсем всё грустно. И тут вопрос в том, чтобы вот это сообщество имело некое добрых дел, имело некие платформы или сообщества, где можно было распределять ту помощь, которую мы оказываем. Потому что на самом деле, когда ты творишь добро, важно не навредить. И в этом плане, ну вот я, честно говоря, я тоже ездила в детский дом, не надо смотреть на меня, как на какой-то злой тетень, который сильно... Я тоже начинала с этого. Когда-то давно-давно, когда мне было 19 лет, мы все тоже поехали, собрали конфеты, всё отвезли. Но у меня есть ощущение, что когда мы кому-то помогаем в формате прикармливаем, мы не даём удочку, мы даём рыбу. И вот даже если я сейчас буду разговаривать ещё часа два, я всё равно не переберу всех тех примеров, которые можно придумать. Потому что добро, добровольческие проекты, благотворительные проекты — это такая тонкая сфера, когда всё завязано на людей. А люди все очень разные, у всех очень разные границы того, что считается помощью, того, что считается иждивенчеством уже, того, что считается ситуацией критической, когда нужно помочь, того, что считается ситуацией, когда мне бы кто помог на самом деле. И здесь очень важно каждому человеку лично внутри себя сохранять рамки, сохранять понимание того, что такое добро для вас. И главное за каждым своим действием видеть цель. Что именно вы хотите своим поступком, своим добровольческим проектом добиться конкретно в этом проекте, и как вы глобально влияете на сообщество, когда делаете то или иное действие. Вот, наверное, такое моё мнение. Большое спасибо. Петрович, пожалуйста, теперь вам слово. Да, повторите вопрос. Можно я пока скажу? Да, конечно. У меня такое ощущение, что вы действительно давно не занимались добровольческой деятельностью, может быть, потому что нынче даже те ребята, которые кооперируются там по 3, по 5, по 10 человек, не важно, они конкретно знают, что они будут везти в детский дом, там, в дом инвалидов, да, грубо скажем, и так далее. И все уже давно понимают, насколько важно не везти туда конфеты. Ну и как бы эта история реально 20-летней давности. Потому что я в свои 34 года состою в добротворце и безумно счастлива, что меня туда пригласила Гульфияма Тыгулина. Давайте ей поаплодируем. Она, к сожалению, не смогла сегодня присутствовать здесь. И я как ее зам сегодня здесь выступаю. Так вот, несмотря на то, что понятно, что гораздо, наверное, с кооперированием круче и плодотворнее работает реальная организация, но все-таки люди, которые помогают и хотят помочь, они уже давным-давно, благодаря интернету, соцсетям и так далее, прекрасно понимают, что нужно этому детскому дому или конкретно этому ребеночку, да. И они связываются с родителем, если это конкретный вариант определенного, да, там, чада какого-то с отклонениями. Они реально понимают, что нужно этому соцприюту, ну и так далее. И поэтому я тут вот чуть-чуть с вами не согласна, хотя глобально поняла вашу идею. Я говорю, горе от ума у нас сегодня тема эфира нашего телевизионного, да. И согласна, что на самом деле, ну, в моем понимании горе от ума, ой, от ума, горе от добра, простите. Это когда все вот это мелькает очень часто перед нашими глазами, да, эти фотографии, и ты не можешь разобраться, где же тут на самом деле правда, где же тут мошенники, где нет, с чего вы, собственно, и начали. И честно скажу, что работая на нескольких радиостанциях, в данный момент на телеканале эфир, ни одна на самом деле наша СМИ не хочет, наша СМИ не хочет пропагандировать, показывать вот эту вот грусть, потому что всем нужно развлекалово, да, скажу вам честно. И меня это на самом деле как добротворца немного угнетает, то есть я пытаюсь продвигать эту тему, мы уже даже придумали какой-то там определенный проект, который мы внедрим на радиостанции. Когда это будет не точечно, как иногда, да, там конкретного ребенка, ты знаешь, что это твой какой-то там дальний родственник или друг твоей подруги, а ты работаешь на радио или на телеке, и вот его тут разместили непосредственно, да. А когда ты реально работаешь с большой организацией, и тебе говорят, что вот сегодня у меня есть программа «Ох уж эти детки» на БИМ-радио, она относительно недавно появилась, и вот мы как раз утверждаем сейчас этот проект, когда мы можем говорить, и это должно быть в рамках позитива при этом, да, то есть момент преподношения вот этой чужой боли, он должен быть так, как это СМИ развлекательное в первую очередь, да, что наши радиостанции в большинстве своем телеканалы, но я сейчас не говорю про новостные какие-то передачи, соответственно, нам необходимо это все преподнести как-то, ну, достаточно лайтово, но при этом сборы, чтобы были. А, чтобы были сборы, то есть надо все-таки... И как мы действуем, то есть сейчас вот предположительно, да, мы ведем переговоры, мы сотрудничаем с определенными уже серьезными организациями, и, соответственно, у них все документы проверены, и мы берем там ребеночка, его озвучиваем в эфире, говорим, вступайте в группу там нашего радио, такого-то, такого-то, и там уже вот этот сбор идет непосредственно. Через конкретный фонд собирается. Да, через конкретный фонд, потому что мы тоже боимся мошенников. Понятно, что ни одно СМИ не пойдет просто листая там свои соцсети, неожиданно увидели какое-то объявление, там, не знаю, программный директор какой-то радиостанции расплакалась, потому что это было душевное видео, да, и вдруг неожиданно захотела помочь этому ребенку. Конечно, тут должен быть юридический момент, и мы понимаем прекрасно, что, ну, без этого просто никуда. Поэтому спасибо всем тем, кто серьезно этим занимается, и я так предполагаю, что у нас сегодня в зале очень много тех, кто вступил уже в какой-то благотворительный фонд или занимается чем-то серьезным помощью детям. Ну вот как раз то, о чем я говорила, о том, что доброфорец, это в какой-то мере, это тоже акселерирующие добрые дела организации, да, потому что можно прийти, предложить свой проект, можно пообщаться с профессионалами, можно узнать, что на самом деле происходит. Одно из моих самых сильных впечатлений – это впечатление от совещания с директорами детских домов, честно говоря, я не буду сейчас ни картины описывать, ни... Сейчас хотел бы передать слово нашим экспертам. К составу наших экспертов прибавился Алсуши Кирзианова-Корякина, координатор проекта «Доброе Казание», руководитель дирекции паркового сквера города Казани. Дорогие эксперты, какое ваше мнение насчет цены доверия? Мы еще перейдем, да, в это обсуждение. Среди. Добрый день, приятно видеть большое количество людей, которые хотят делать добрые дела и этим уже занимаются. На самом деле вопрос доверия – это, наверное, я как представитель проекта «Доброе Казание», сейчас буду в большей степени говорить, нежели как представитель дирекции парковых скверов. Вопрос доверия к благотворительности – это то, что сейчас является самой большой, наверное, проблемой в отрасли, потому что недоверие, которое присутствует, оно возникло не на пустом месте. И здесь я абсолютно согласна с Лялией, которая говорит о том, что огромное количество мошенников видят в благотворительности формат собственного бизнеса, возможность там наращивания личных капиталов и так далее. И в этой связи честные фонды, люди, которые занимаются добрыми делами по-настоящему, не для личной наживы, а искренне желая помочь кому-то, испытывают огромное количество неудобств. Поэтому то, что сейчас очень важно делать, я не могу сказать, не могу четко ответить на вопрос, как завоевать доверие и не потерять, но точно знаю, что очень важно создавать в обществе такие условия, когда мошенников просто не будет возможности работать. Для этого должны появиться, наверное, какие-то государственные механизмы, когда проверка благотворительных фондов будет проводиться не по принципу, я посмотрел все документы, сижу такой специалист Минюсти, по принципу проставил галочки там и отпустил, а будет какая-то серьезная проверка репутации фондов, проверка их отчетности, которая должна быть ежемесячной, которая должна быть очень подробной, для того, чтобы фонды просто понимали, что они за каждую копейку, даже не за рубль, а за копейку, которую другой человек жертвует на помощь нуждающимся, должны отвечать, отвечать собственной головой, репутацией, не знаю, чем еще. И поэтому здесь, наверное, есть процесс, который должен идти сверху, когда создаются условия для вытеснения мошенников и создания условий для работы честных фондов. И очень важно, чтобы процесс и снизу тоже шел, потому что, когда у мошенников есть аудитория, которая абсолютно безответственно, я вот даже не побоюсь употребить это слово, абсолютно безответственно жертвует по первому сигналу деньги в любой благотворительный фонд, наличные карты, там, не знаю, через суперудобное приложение Сбербанк Онлайн, не обращая внимания на то, что в подтверждающих якобы документах не сходятся фамилии, адреса, даты, суммы и так далее, это тоже наша ответственность за то, что мы создаем в обществе возможности для мошенничества на почве благотворительности. И вот недавно мы про эту тему говорили тоже на одной из дискуссионных площадок. Дамир Ильдусович Фатахов тогда привел очень правильный, на мой взгляд, пример. Он рассказал о том, что до начала нашей работы в рамках проекта «Добрая Казань», до того, как мы обзавелись партнерами, например, в лице сервиса «Добро.мейл.ру», который проводит трехступенчатую проверку благотворительных фондов, он считал своим долгом помочь каждому, кто подходит к нему с просьбой дать милостыню, потому что вот такой он сердобольный, так он хотел заниматься добрыми делами. Но после того, как ему представили несколько примеров того, как на самом деле эти люди живут, и что для них это ничто не новое, как бизнес, он сказал, что выключился тумблер, который сигнализировал ему каждый раз «Чувак, помоги!». И в этом смысле нам важно ответственно относиться к своим деньгам в том числе. Да, это, конечно, личное дело каждого, с одной стороны, но мы должны понимать, что таким образом мы поддерживаем мошенников, а не настоящих благотворителей. Вот наше обсуждение перешло в какую-то плоскость финансовых афер, мошенничества. На самом деле навредить как раз-таки доверию может и простое незнание людей, как необходимо. Например, даже если это рассматривать в рамках донорских акций. Множество людей приходят, не прочитав памятки, не узнав о том, кому можно сдавать кровь. Они что-то забывают, что-то не помнят. И насколько это может повредить конечному человеку, который эту кровь получит. Ну и как раз-таки на этой ноте мы перейдем к Руслану Петровичу. Распят по крови? Да. Хотелось бы услышать от вас ваше мнение по поводу доверия к людям, которые занимаются добровольческой деятельностью, к организациям. И насколько, так скажем, опасны ошибки, совершаемые этими людьми. Да, Вадима, я пробую попытаться понять, к чему вообще у нас диалог ведется. Мы ведь больше на молодежь рассчитаны диалог, потому что Руслану выросла на уровень, так понимаю. С диалога там с государством, я предлагаю оптично пониже на лайтовую версию, да, в такой стиле, как молодому человеку или девушке, там, тоже человек с 20 лет, там, сделать доброе такое дело. Мне написано сразу сделать НКО, тем более фонд. Я маленькие прояснения есть. Есть, мимо фондов, когда вы собираете деньги, чтобы передать кому-то. Есть очень много других форм развития некоммерческого сектора и необязательно в формате юрлица вы можете делать как инициативная группа, когда вы можете не заморачиваться про все, что говорили, это очень важные взрослые темы. Можно их пока опустить, но я не принижаю их значимости. Почему же взрослые? Очень взрослые. Вот, я просто предлагаю немножко по-другому говорить. Тема у нас горе от добра и второй вопрос у нас связанный доверие, да, потому что горе от добра, оно ведь надо понять вверх кому. Тем, кто делает добро, тем, кому приносит добро. Или вообще в обществе, например, как говорили, что когда мы жертвуем всем вокруг, люди вокруг начинают понимать, что, например, там, ну, немножко не о том, как хотели бы, например, инициаторы. Поэтому если спуститься вот на этот уровень, если вы решили сделать какой-то добрый момент, а не надо делать сразу юрлицом, работаем в режиме бережливого стартапа. Сначала вы просто делаете, делайте все, что хотите. Вы никому ничего не должны. Вот самый важный факт. Не надо вообще не заморачиваться, что у вас что-то не получится, что вы скажете, что вы мошенник. Просто берете, делайте. Но предварительно, если вы вдруг решили выйти на поле, на котором есть мастодонты, которые спасают детишек, может быть, донорством занимаете или чем-то другим, возможно, это обратиться к ним. Но если вдруг у вас дело какое-то, как вам кажется, что ваше уникальное, то вы можете просто делать. И здесь вопрос доверия, я так понимаю, когда вы кого-то просите помочь, заключается в том, что есть социальные сети, где ваш профиль, если там больше пяти друзей и на аватаре вы как фейс, то вы уже, в принципе, как минимум несете ответственность своим личным брендам, которые вы строите с 20 лет. И вот здесь я рекомендую подписываться на социальных предпринимателей, не обязательно сразу на НКО каких-то руководителей, хотя и можно на них, где можно посмотреть, как люди денно и ношно делают посты о том, чем они занимаются. При этом важно понимать, что вот в этом есть заключается доверие. То есть вы пишите, как вы косячите, как вы, я не знаю, ну, не знаю, пример, там, хотели сделать акцию, да, если донорскую, мы вернемся, потому что то, что вы сказали немножко, ну, ну, дельтянский такой взгляд нормальный, обывательский, что как будто бы можно замутить, сдать кровь, мы не знали, там, биде биде биде. А ее не тому вольют. Да, да, не дай бог. Да не бывает такого, Артем. Нет, я понимаю, что кровь и следуют, да, безусловно. Там же врачи. Поэтому я бы, если ответить на этот вопрос по поводу доверия, я рекомендую сделать так. Во-первых, доверие нужно для того, чтобы вам могли помочь, чтобы вам помочь могли, люди должны понять, чем вообще занимаетесь. Благо мы живем в век, да, и социальные сети, выбирайте ВК, хотите Инстаграм, если у вас там какие-то мероприятия, где можно фотография, либо Фейсбук, куда уходит, ну, вот, более взрослое поле. Про мошенничество я не буду говорить, потому что все сказали более-менее логично и правильно. Еще не все сказали. И эта тема, я так понимаю, немножко не об этом, правильно? Не об этом тема? Не про мошенничество. В том числе. Частично об этом. Почему? И о мошенничестве тоже. Потому что понятно, что как бы в условиях вообще информационной повестки зачастую в последнее время особенно начала появляться информация о том, что мошенническими схемами, с одной стороны, довольно-таки относительно, на самом деле, понятия, занимаются чуть ли даже не самые распиаренные, в том числе и программы. Я думаю, многие слышали о скандале с закрытием одной очень общеизвестной программы, которая транслировалась на Первом канале на протяжении долгого времени, в которой была рубрика, посвященная как раз-таки детям-сиротам. Ты про «пока все дома» говоришь? Да, как раз-таки я про эту программу. И как раз-таки после подобных вещей доверие, в принципе, очень сильно снижается. По той статистике, которую я приводил в начале программы, доверие, скорее всего, возросло из-за того, что сейчас акцент на волонтерстве, он среди, так скажем, государственных служащих. В Госдуме это обсуждается. Владимир Владимирович Путин об этом в этом году довольно-таки часто говорил. Поэтому понятно, что интерес к этой теме растет. С другой стороны, негативный фактор-то они остаются. И как раз-таки, наверное, мошенничество – это самый большой и, так скажем, весомый из всех. Поэтому, естественно, мы это будем обсуждать. Я предлагаю еще в одну сторону развернуть наш диалог. С мошенничеством в целом все понятно. С проверками, там, как бы, фонды, если проверять, вот прям государственные мошенники, то же самое, что с гражданами. Пойдем просто в творческие фонды. Вот Добротворец, вот наш фонд. Мы вообще не имеем ничего с деньгами. Мы просто творчеством лечим детей. Из болезней, которой творчеством не лечим. Да, да, это все понятно. Но Добротворец как раз из той веселой и доброй темы, когда ты приходишь и показываешь, что и как можно сделать в этой жизни, чтобы тебе было тут классно. Мы прививаем детям творчество, хобби, там, поем с ними, танцуем, лепим и делаем все на свете. И если вы хотите к нам, вступайте, ребят. Еще один есть контекст, да, помимо этого. Еще к вопросу о горе от добра. Каждый раз, когда человек делает некое дело, он это делает из какого-то внутреннего позыва. Не знаю, помочь еще чего-то. В Добре есть такой момент, достаточно тонкий. Это ваше ожидание некой благодарности в ответ. И очень многие люди разочаровываются в благотворительной деятельности именно на том этапе, когда они ждут, что они в ответ получат некие феерические эмоции, еще что-то там, какое-то признание, благодарность, еще что-то. На самом деле, каждый раз, когда человек идет в благотворительную деятельность, он реализует какую-то там свою внутреннюю потребность. Либо, и тут важно, чтобы она была верной. Благотворительность и вот эти добрые дела – это такая штука, которую ты отдаешь и по большому счету бросаешь в воду навсегда. Ты не получишь ни аплодисментов, как правило, в ответ, ни какого-то феерического признания. И очень многие разочаровываются на том этапе, когда они говорят, вот мы там им помогли, не знаю как, а он просто взял вот эту посылку и ушел, и нам там ничего в ответ. Тут важно еще понимать, для чего вы это делаете. У нас есть такое, ну в нашей организации тоже есть один благотворительный формат. Мы, поскольку занимаемся школьными бизнес-компаниями, дети в школе делают свой реально действующий бизнес-проект, учатся, предпринимаются на практике. И раз в год у нас есть новогодняя благотворительная ярмарка, когда дети продают свою продукцию и фиксированную часть выручки, не как на доброй казани, когда они продают свои поделки и всю выручку отдают, а именно фиксированную часть, поскольку это все-таки маленькие, но бизнесы, отдают на благотворительные цели, оставляя себе только себестоимость. И даже на примере этого очень простого, очень маленького, очень прозрачного проекта, где каждая покупка записана, каждый процент реализован, я вижу, сколько метаний бывает внутри людей, которые реализуют этот проект. Кто-то начинает переживать, а не много ли он отдал, ведь можно было еще и заработать. Обратите внимание, это очень маленький проект, это просто школьники продают свою продукцию и отдают фиксированную, то есть все прозрачно до предела и просто очень. Но даже в этих моментах, как только к людям попадают, пусть даже к маленьким, в руки деньги, я вижу в глазах некий вопрос, а почему я должна отдавать все, а точно ли это должно быть отдано. Второй момент это того, что все ждут какую-то драму. Мы уже давно, уже несколько лет не показываем какие-то портреты серьезно больных детей, мы считаем, что это благотворительность, которую они просто отдадут фонду, а фонд внутри уже распределит. И как правило, поскольку у нас сбор очень небольшой, ну вот последний раз Ярмак собрала порядка 80 тысяч рублей, если я не путаю, это небольшие деньги, мы сможем помочь максимум с парой курсов лечения двум там ребяткам с ДЦП, да, то есть мы никого на самом деле жизни не спасем, мы чуть-чуть улучшим этими деньгами качество жизни, но кардинально ничего не поменяем. Опять же, нет никакой драмы, дети просто отдают эти деньги, они это делают в достаточно праздничной атмосфере. И если приглядеться, в добровольных, ну вот в этих благотворительных проектах это очень часто встречается, когда в ту или иную сторону возможно недопонимание, перегибы, где-то делается большой красивый проект и кажется, а почему столько денег потрачено на его пиар? Но надо понимать, что тут вопрос, как бы главная цель не столько сбор, например, финансовый, а в целом напоминание о том, что благотворительность – это важно, о том, что есть такой формат, делать добрые дела, о том, что можно помогать. Где-то наоборот, вроде бы такой классный проект, такая классная цель, такой классный формат, а об этом никто не узнал. А потому что люди не потратили силы на пиар. У них вообще не было задачи, чтобы они все знали. Они там тихо-тихо делают свой какой-нибудь фестиваль для слепых детей. Ну вот, например, у меня родители делают фестиваль «Арт Ковчег» и возят различные концерты, профессиональные спектакли, привозят в основном в школы коррекционные, где дети либо с нарушениями зрения, в этом году они, по-моему, в школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата делали спектакль, тоже показывали. Это тоже такое… Они это делают не для того, чтобы о них все узнали. Они там в Фейсбуке у себя напишут, что вот мы такой формат сделали, было все круто. И все, знают только их друзья. И тут люди начинают задаваться вопросом, «А почему про вас не написали все СМИ?» Потому что такой цели не было. И не было выделено не столько денег, сколько ресурсов. У нас, к сожалению, немного ограничено время в рамках одного вопроса. Сейчас хотелось бы передать слово людям, участникам этого ток-шоу из зала. Есть желающие высказаться, задать вопрос спикеру? Кто-нибудь что-нибудь понял? Да. Всем здравствуйте. Меня зовут Кристина. Я параллельно с Гульнас помогаю ей в организации нашего проекта «Марафон добрых дел». И у меня такое, скорее всего, ну, то есть мое личное замечание. Каждый из спикеров сказал действительно очень умные мысли, которые я подметила, в том числе и эксперт Алсу. Действительно очень интересно. Но я хочу сказать, что добро – это личный выбор каждого человека. Вот в моем маленьком городе, где я выросла, где я родилась и росла, больших масштабных организаций, которые занимались добровольцем, их просто не было. Их не было. И сейчас рассуждают о том, что для кого-то это бизнес, безусловно, для кого-то это большая пиар-компания, для больших людей, которые занимают какие-то определенные посты государственные, которые занимаются какой-то известной деятельностью. У меня не было в городе такой организации, и мы делали, как могли это. Мы выходили на улицы, мы собирали коробки, то есть своими маленькими какими-то группами и организациями. Да, мы нарывались на неадекват в своей жизни. Очень много. Был случай, когда к нам прибегали люди со стеклянными глазами, в том числе это наша была девочка из параллельной группы, попала в автомобильную аварию. У нас не было возможности искать документы, подтверждать это, действительно так это или не так. Искать многочисленные разрешения. Мы это понимаем в голове, что это надо. Но у нас не было времени. Мы создали группу в социальности, мы устроили сбор, и мы наткнулись на неадекват, казалось бы, ниоткуда, ее родителей, которые сказали, а зачем, что вы делаете? У нас же родственники могут узнать. Мы получили просто тем мешком, который хотели собрать, по голове. А, ну вот это как раз по теме. Это по теме. И вот я больше чем уверена, что люди, которые были со мной, они не будут больше этим заниматься. И это, к сожалению, печально. Потому что у нас, мы говорим о добрых делах, мы говорим о том, что они прошли, мы говорим о трагедиях. Но у нас не учат, как это делать. Никого из нас не учат, как правильно собирать эти документы, как это делать. Давайте введем дисциплину, как правильно делать добрые дела. К сожалению, тоже спорный вопрос, потому что это либо семейные ценности в большинстве случаев, либо если есть такие организации, это безусловно, ну то есть как бы часть их функций, это их заслуга. Меня не учили быть добрым человеком, то есть, ну, по факту. У меня не было такой организации. Я считаю, то есть мое предложение, то есть если кому-то будет в дальнейшем интересно реализовать, я считаю, что этому надо обучать. Это надо ходить. Ну, то есть, это надо приходить, даже как мы из больных. То есть мы приходим, у нас в рамках этого проекта есть презентация добровольческого центра. Кто-нибудь знает, что у нас есть в Казанско-федеральном университете добровольческий центр? А мы приходим и говорим, ребят, здравствуйте. Мы не боимся... Это живот хаштег ваш. Да, да, вот мы не боимся выглядеть с какой-то стороны глупым, что мы взрослые люди ходим и говорим об этом. Об этом надо говорить. Я согласна полностью с вами, услышала у каждого абсолютно очень много нужных вещей. Объединить бы все это и написать резюме. Все, вот, спасибо вам большое. Спасибо. Кристина, позвольте мне, пожалуйста, задать вам вопрос после вашей пламенной по-юношески максималистской речи. Скажите, пожалуйста, вот вы все-таки важную тему затронули. Родители девочки и вашей одногруппницы, которая попала в аварию, обратились к вам с вопросом, а зачем? Действительно, а зачем и что вы делали, на что вы собирали деньги? Вообще, инициатива поступила от ее сестры, которая обратилась к нам, то есть они учились вместе. Она сказала, ребят, у нас катастрофическая ситуация, девочка в тяжелейшем критическом ситуации. У родителей нет элементарных денег, у моей семьи нет элементарных денег для того, чтобы оплатить стоимость лечения. Мы договоримся с врачами о том, что у нас есть, была наша одногруппница, у которой родители врачи, они находят врача хорошего, то есть они передают им контакты. Они говорят о том, что вот открыт сбор, и это неадекват родители, потому что в какой степени? Она говорит, а у нас узнают рост? Она не спрашивала про неадекват родителей, а спрашивала про то, что вы делали и для чего. Вопрос важный, потому что он, наверное, солидарен с темой «горе от добра», потому что часто возникают ситуации, и это в продолжении слов Ляли, о том, что в детские дома носят конфеты. Не только конфеты, игрушки тоже, причем носят обычно в Новый год, и перед днем до защиты детей, а потом на полгода спокойненько так живут, забывая о том, что дети в детских домах продолжают так же существовать. Но всякое бывает. А я к тому, что когда вы делаете доброе дело, все-таки очень важно помнить и рассчитывать на то, что дело действительно будет добрым. Добрым бывает не все то, что кажется добрым вам. Очень часто бывают ситуации, даже когда речь не идет о мошенниках, а о конкретных жизненно случившихся реальных событиях, будь то человек, попавший в аварию, ребенок, у которого обнаружилось тяжелое заболевание и так далее. Обычно родственники в этой критической ситуации, это абсолютно нормально, не могут адекватно отреагировать на нее и предпринять понятные, простые, четкие шаги для того, чтобы по крайней мере выяснить, а какая именно помощь будет этому человеку действительно полезна. И тут начинается такая история. Вот мамочка пришла, я просто сама с этим сталкивалась лично, мамочка пришла в реабилитационный, в какой-нибудь там медицинский центр, потому что уже, не знаю, есть какие-то опасности, риски и хочется, конечно, своего ребенка спасти. И пришла в реабилитационный центр, какой-нибудь медицинский вернее, ему говорят, ей говорят, вы что, вам срочно нужно ребенка спасать, я знаю где, вот идите в такой-то медицинский центр через дорогу. Ты идешь туда в этот медицинский центр через дорогу, тебе выписывают счет и говорят, мы знаем как, мы все сделаем, вот это стоит столько-то денег. Вы думаете, у вас нет денег, вы думаете, что вам не хватит, не переживайте, мы знаем благотворительный фонд, который на это деньги соберет. Вот, и мама, у которой не хватает знаний, навыков, понимания, адекватности ситуации, она, конечно, скажет, слушайте, окей, я сначала продам свои последние штаны, а потом обращусь в благотворительный фонд и, конечно, будем собирать. И здесь она тоже может столкнуться с какой-то психологически своими барьерами, потому что, может быть, кому-то неудобно, может быть, кому-то стыдно говорить о том, что он нуждается в такой помощи. Это тоже, к сожалению, реалии современного общества. Но суть в том, что еще совсем не факт, что вот именно это лечение ее ребенку нужно. Поэтому, когда речь идет о… Я к чему это просто веду? Очень важно каждому из здесь сидящих в зале помнить о том, что доброе дело – это не только деньги, вообще не всегда. Это в первую очередь ваше обдуманное, осознанное, адекватное намерение сделать какой-то поступок, который другому человеку действительно поможет. Вот я понимаю, что, наверное, проблема в том, что никто из нас, ну, большая часть здесь сидящих не является профессионалом, который обязан с первого раза понимать, что конкретно он должен делать, и как его конкретный поступок обернется и даст какой результат. Но, по крайней мере, проявить сознательность и постараться понять, насколько твои вот сейчас эти телодвижения реально нужны и кому будут полезны – это очень важно. Спасибо. Это люди, которые каждый день ждут помощи и верят всем, включая мошенников. И если мы, когда перечисляем деньги через Сбербанк онлайн или кладем в ящики на перекрестках, да, мы совершаем сами ошибки, то пожилые люди, пожилым людям никто так не перечисляет. И когда к ним стучатся в дверь и приходит кто-то, они верят, они верят в добрых людей. К сожалению, на сегодняшний день нет в СМИ информации достойной и важной, что нужно доверять тому фонду или той некоммерческой организации. Мы видим очень много негативных сюжетов о том, что студенты обманывают, социальные работники обманывают. Но на самом деле мы сталкиваемся с тем, что мы, социальные работники, приходят и не верят нам. А когда приходят реальные мошенники, наши пожилые граждане отдают по 50, по 100 и по 300 тысяч на какие-то там ремни жиросжигающие, таблетки, счетчики и так далее. Вот как-то так. Спасибо большое. На самом деле-то мы и перешли к теме второго вопроса. Ответная реакция, как обезопасить себя и организацию. Потому что как раз-таки у нашего добровольческого центра в Казанском федеральном университете также был кейс, который был связан с тем, что была неадекватная реакция от людей, которым пытались помочь. Сейчас я слово предоставляю Гульнас Мордановой, руководителю этого центра. Пожалуйста. На самом деле, да, у нас были разные ситуации. Мы скажем, получается, когда долго уже занимаешься этим, привыкаешь и просто из раза в раз все это проходишь. У нас были реальные ситуации. Вот мы взаимодействуем с отделом соцзащиты Вахитовского района, не перестаем взаимодействовать, несмотря на все ситуации, решаем проблему, потому что мы понимаем, что это конкретная ситуация. У нас реально была ситуация, когда наших добровольцев, которые пришли убираться к бабушке, обвинили в краше серебряных ложек. И это настолько абсурдная ситуация. Если просто здраво подумать, понятно, что можно понять и ту сторону, и эту. Но я знаю, что там следующий будет вопрос про мотивацию. И в преддверии него тоже хочу сказать, что как мне потом смотреть в глаза волонтерам, добровольцам, которых я отправила, помогать этой бабушке, когда они приходят ко мне со слезами на глазах и говорят, нас обвиняют. То есть это очень сложно на самом деле. Но несмотря на это, мы продолжаем взаимодействие, это сложно. И поэтому мы стараемся делать так. Во-первых, мы стараемся обходить в нашем добровольческом центре все денежные вопросы. Мы стараемся не собирать деньги. Потому что даже вы говорили о том, что вы будете взаимодействовать с фондом благотворительным. Мы даже ни с какими фондами не взаимодействуем, потому что нас спросят, почему такой большой университет, как Казанский федеральный, выбрал именно этот фонд. Почему взаимодействуют с ним, а не с этим? Наверное, они вам платят. Ну, естественно, конечно. И почему вы собираете деньги на этого ребенка, а не на его ребенку? У нас крайне редко бывают репосты о том, что идет сбор денег, потому что это очень опасно. Мы понимаем, что у нас очень большая аудитория студенческая. И нас многие слушают, за нами многие идут. И поэтому это большая ответственность. Поэтому мы, даже когда какие-то институты, даже небольшие говорят, нет, мы все-таки хотим собирать, чтобы себя обезопасить, чтобы не попасться на эти же грабли, мы ведем ведомость. Но это на самом деле очень сложно. Ну, как бы у тебя благое дело, ты вроде от одногруппников собираешь, мы говорим, старосты, заведи ведомость, тебе там распишутся, кто столько сдал. А вы только пожилыми занимаетесь? Нет, 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 мы едем и… Вот это вот, допустим, про сборы. Когда мы направляем добровольцев в детские социальные учреждения, каждый раз мы говорим нашим ребятам, старайтесь не возить им что-то, да. У нас вот очень хорошо идет опыт одного института, института вычислителя математики, который ездит в Лаишево с мастер-классами. То есть это, ну, как бы, мы понимаем, что какая в этом конкретно польза, и что это вот именно не подарки. Но студентов огородить от того, я же не могу сказать, не везите ничего. Они говорят, ну мы хотим, ну мы хотим. То есть вот поэтому у нас вот в этом году сейчас практика, что мы закрепили за институтами определенные социальные учреждения, и они к ним будут постоянно ездить, чтобы не было такого, что Новый год, там, 8 марта, там, День защиты детей. Но как обезопасить себя и организацию, я не знаю. Это надо просто решать каждый раз, обезопасить своих волонтеров, чтобы их не обвиняли в том, что только кому-то конкретно дарят подарки. Просто пойте и танцуйте им, и не будет претензий никаких. Да, лучше не заходя домой, да? Если можно, я прокомментирую. Это была шутка, конечно. Еще такой комментарий, да, хотел сказать, что вот тем нам и нравится сотрудничать с Федеральным университетом, потому что действительно студенты подготовлены, и помощь нашим категориям именно адресная идет. То есть если это идет в учреждение для детей, подготовленные ребята по работе с детьми, если с пожилыми, то с пожилыми. И как предложение, вот как обезопасить ребят, да, я предлагаю за каждым ветераном, предположим, с которым сотрудничаем, закрепить определенных волонтеров, и чтобы на протяжении всей учебы одни и те же волонтеры к ним ходили. Они разные. Тогда и у граждан пожилого возраста будет доверие. То они будут знать, кто к ним придет, и будут ждать. Спасибо. Я бы тут хотела покомментировать, да. Возвращаясь к моим самым первым тезисам, то, о чем я говорила. Вот этот третий сектор, наша добровольческая деятельность, она развивается, она постоянно меняется. Те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, нигде нет учебника, где написано, как их решать, поскольку все это только-только сейчас возникает. Именно поэтому очень важно проводить некие в формате круглых столов, семинаров, образовательные мероприятия, те же самые волонтеры. Один столкнулся с тем, что украли, обвинили. Тут есть два момента. Момент психологической поддержки. Важно, чтобы человек не перегорел к добрым делам, потому что на самом деле один раз у тебя был какой-то неприятный есть. Опять же, пять лет ходить к какой-то бабушке убираться, надо еще мотивацию внутри себя иметь. Ты ведь можешь устроиться на третьем курсе на работе, на работу и уже, наконец, начать помогать себе, а не кому-то снаружи. Все-таки это какой-то внутренний посыл, который нужно поддерживать. И вот этот механизм выстраивания мотивации для волонтеров, они тоже во всех организациях разные, они существуют, их важно обсуждать, их важно выстраивать. Это тоже профессионализирующаяся деятельность, которую мы можем сейчас научиться только на опыте друг друга, на тех организациях, которые уже работают, которые существуют. Именно поэтому вот эта работа по созданию сообщественных коммерческих организаций и добровольческих проектов, она очень важна. И, ну, собственно, все. Спасибо. Дело в том, что я недавно совсем столкнулась с тем, что мне в личные сообщения в ВКонтакте пришло такое большое письмо, личного тоже характера, что «Здравствуйте, мы знаем, что вы из города Лениногорск, и вот мой чудесный сын Амирчик, он тоже из города Лениногорск, и у нас проблемы с ушками. Ну и как бы помогите нам как-нибудь, я знаю, что вы там работаете где-то вроде в СМИ, тра-та-та». Вот. Я, естественно, начала там звонить всем знакомым своим друзьям, программным директорам радиостанции и телеков, и ведущим также. И столкнулась опять-таки, да, возвращаемся там к тому, с чего я начинала, с тем, что, ну, никак. После этого я там сказала маме, чтобы она мне высылала видеообращение ребенка, ну, который, в принципе, говорить, извините за тавтологию, не может. Вот. И, ну, всю документацию. И сейчас, то есть, можно помогать точечно, на самом деле. Взять одного реального там ребенка и его вести. И вот это, наверное, будет достаточно качественно. Но я столкнулась с тем, что мне сказали, нет, мы так не можем, другие будут обижаться. Нам нужно каждый день кому-то отдельно помогать. Ну, стоп, ребят. То есть, мы один раз там по радио сказали, давайте поможем там Амиру, да, чтобы он слышал музыку, давайте, заходите к нам в группу, тра-та-та. Вот сколько человек это услышало, как бы, какая аудитория, да? Да небольшая на самом-то деле. И, то есть, меня до сих пор заботится вот этот момент. Я не знаю, как его решить, и мне прям очень хочется. То есть, почему бы не вести, например, одного ребенка до конца сбора, какой-то определенной там радиостанции, телеканалу и так далее, он закрылся, мы берем следующего ребенка. Есть же и такие варианты, в принципе, помощи тоже. Либо ты как личность, ты как человек, ты как, не знаю, родитель или студент, тоже берешь себе одного единственного парня или девчонку, или пожилого человека и ведешь его до конца его сбора. То есть, ну там, кому-то нужна инвалидную коляску, например, у нас тут есть одна суперзвезда Елена, не помню, как ее по фамилии, она везде так активно принимает участие и абсолютно не парится, хотя у нее очень много дефектов. И ей так и не собрали на коляску на самом деле, потому что, ну, не хотят показывать. Вот. И этот момент меня очень сильно волнует, и я бы прям хотела пресс-конференцию по этому поводу устроить и собрать все наши СМИ, думаю, что это абсолютно адекватная тема, но, тем не менее, очень сложная. Вот. И именно поэтому я предлагаю, может быть, каждому из вас выбрать точно ребеночка какого-то там, ну, или опять-таки, да, человека, и работать с ним конкретно, проверив все документы, показав эти документы юристу, точно ли это так. И, соответственно, у нас сейчас есть очень много вариантов, там, по соцсетям и так далее. И, пожалуйста, себе, делай доброе дело, абсолютно не парясь, рассылай, говори друзьям. Тоже вариант, почему нет? Он такой маленький, как будто бы, но... Тем взаимодействия со СМИ, на самом деле, довольно-таки актуальны. Не так давно проводился форум от Общественной палаты РФ, на котором я присутствовал, как главный редактор медиапроекта «Ингут». Вот. И там тоже как раз-таки обсуждались вопросы, почему, например, мы обращаемся в различные СМИ, в интернет-издания, а они не размещают о нас информацию. Но все-таки нужно понимать, что у каждого интернет-издания есть определенная контентная политика, есть определенный формат. И размещение подобных материалов зачастую этому не соответствует. Потому что, когда ты размещаешь такой пост, сразу к тебе приходит, как минимум, там еще раза в три больше людей, которые спрашивают, а почему нам вы не хотите разместить? И получается так, что эфир заполняется не профильными, не, так скажем, не теми материалами, которыми должен. И эту проблему, на самом деле, решить очень сложно, даже собрав пресс-конференцию. Ну, можно же людям объяснять, что мы ведем сейчас вот этого ребенка, потом мы возьмем следующего ребенка. Как его, да, да, вот мне тоже вопрос. Потому что он из Лениногорска? Нет, зачем? Я имею в виду, что... А вот там вот кого взять? Этого или этого? Да, да. Здравствуйте, все. У меня такой вопрос. Я представляю социальный комитет Института международных отношений и истории востоковедения. И когда мы собрались тут активом и выбирали, таки, кому все-таки мы должны помогать, мы решили, что бегать лучше не стоит. У нас есть наш институт, у нас есть Казанский федеральный университет. Почему мы не можем помогать преподавателям, которые уже не работают? Почему мы не можем помогать студентам, которые, соответственно, были из приютов, и у них, например, есть братья и сестры? То есть это будет уже обоснованно, почему мы им помогаем. Согласна абсолютно. Соответственно, наверное, это ответ на вашу вопрос. Упрос. С позиции СМИ, кстати, я абсолютно согласна, потому что мы действительно эту секцию проводили, и как только ты станешь добрым для одного, ты откажешь десятерым и станешь плохим для десятерых. Вот люди и делают выбор. Да, также, ну вот, что в плане того, как это выбрать, я уже четвертый год, вот мы ездим именно в отчислительную математику, в отчислительную математику и технологии, мы выбрали когда-то, это было до меня, конечно, лаишевский детский дом и интернат для слабовидящих. Мы вот со мной уже, можно сказать, четвертый год, мы каждый месяц совершаем к ним поездку. И это именно вот действительно сложно, да, выбрать, но лучше выбрать одно, потому что дети вот уже на самом деле, они нам доверяют, они нас ждут. Это невозможно, как бы, сделать вот к 8 марта или к Новому году приехать, и все. И тогда вопрос, а почему именно лаишевскому? И все такие, да, а почему именно они, да? У нас же, получается, не один институт на всем КФУ. У каждого института есть свои подшефные организации, но вот мы когда-то выбрали его, у всех остальных тоже есть свои, а если нет, вот, допустим, есть еще Нурладский детский дом, получается, туда, ну, я тоже приезжаю туда, мы ездим с маленькой группой, потому что я выпускница этого детского дома, и поэтому я, как бы, выбираю его. Знаете, изнутри. Но тем, да, тем не менее, я езжу туда намного реже, хотя он мой, чем в лаишевский детский дом, потому что мы вот взяли их когда-то, и ребята действительно ждут, и вот это доверие их уже есть, но тем не менее, вот как обезопасить себя, это вот сложно, потому что тоже бывает, сталкиваемся с тем, что вроде бы договорились приехать, все вот даже буквально на прошлой неделе, когда позапрошлой неделе мы ездили, я договорилась сама с интернатом, с тем, что вот то, что мы приедем, столько-то людей, но, видимо, вот то ли приемная не передала, то ли еще что-то, и получается, мы набрали первокурсников, чтобы как-то, ну, тоже познакомить. Есть контингент, который уже из года в год ездит, уже ребята, которых знают, а есть те, которые, ну, тоже хотят, которые только пришли, и получается, они тоже, и получается, приемная не передала, и они такие, как бы, нет, мы ничего не знаем, и как бы ребята, которые приехали первый раз, и когда им такие говорят, нет, мы ничего не знаем, как бы для них это тоже сложно, но я стараюсь, как бы, изначально говорить ребятам о том, то, что вот дети могут быть сложные, вот в интернате для слабовидящих, им почти каждому нужно, чтобы рядом с ним был студент, если мы проводим мастер-класс, потому что, ну, им сложно работать самим. В детском доме это же, ну, дети, которые немного озлоблены на жизнь, на взрослых, и поэтому с ними тоже тяжело работать, они там еле такие проснувшие выходят, и такие, что вы сюда, допустим, да, мне один мальчик, хотя сам, да, Вадим, что вам надо, да, да, он как бы из года в год, я уже приезжаю, он вот сколько там, уже четвертый год, он сам вот не отходит от меня, не отлипает, а сам такой, вот вам делать нечего, да, спали бы, говорит, я говорю, а тебе не весело, он такой, нет, весело, и вот даже вот воспитателя уже обращаются с тем, чтобы как бы повлиять на них, вот, допустим, поговорить с ними, как-то им какой-то свой, как бы, пример подать, они говорят о том, что вот мы студенты, и чтобы они, вот, учитывая к тому, то, что к нам когда-то также приезжали организации, студенты, которые с нами работали, исходя из этого, я как бы сейчас... Это было полезно, когда-то... Да, это было... Вот я выросла из этого, и поэтому это полезно. Спасибо большое. У нас еще есть вопрос из зала. Ну, это скорее не вопрос, а, наверное, крик души. Меня зовут Мария, и я студентка Института фундаментальной медицины и биологии, и я хотела бы зациклить ваше внимание на том, что помогать и быть добровольцем, это не только помогать человеку, но и очень важно помогать всему человечеству. То есть, очень часто люди не обращают внимание на то, что можно сдавать, например, также кровь, либо, например, костный мозг для науки, для экспериментов, для исследований. Это очень важно. Это даже... Ты помогаешь тут не точечно одному человеку, а ты помогаешь человечеству. А что касается экологии, тут вообще можно говорить часами, потому что экология — это наше всё, и вы не представляете, как много проблем, и что для нас всех значит экология. И очень бы хотелось, чтобы обращали внимание не только на человеческие проблемы, а и на проблемы всего человечества. Согласна абсолютно. Можно еще себя завещать анатомически. Я прошу прощения, что с первого ряда постоянно возникаю. Я вот послушала ваши крики души. У большинства они почему-то так звучат. Наверное, даже оправданно, потому что это действительно то, что не должно оставлять равнодушным никого. Если бы вы спросили моё мнение о том, кому вы должны помогать, вы не спрашивали, но я всё равно скажу. Моё мнение такое. Вот вы кому хотите помогать, вот вы тому и помогайте. Потому что это вот вообще никто... Наверное, вопросы к вам в связи с тем, что вы помогаете одним и не помогаете другим могут возникать только от как раз-таки других, кого вы обошли своей помощью. Но это абсолютно точно личное дело каждого, кому именно помогать. Я тут выше, конечно, говорила о том, что вы осознанно должны к этому подходить. Продолжаю на этом настаивать. Но если вы точно знаете, что в рамках вашего института есть преподаватели, которые нуждаются в вашей помощи, в вашей группе, там, в соседней группе есть ваши сверстники, которые нуждаются в этой помощи, вы это знаете, вы знаете, что это будет им на пользу. Вы хотите и видите необходимость помогать конкретно взятому детскому дому, конкретно взятой дворовой собачке, конкретно взятому дереву в каком-то из парков, потому что вы хотите это делать, вот делайте, пожалуйста, потому что это исключительно ваше личное дело. На земле 7 миллиардов человек, и, к сожалению, есть огромная доля вероятности, что кто-то из них, скорее всего, на вас обидится. Но как бы что поделать? Потому что лучше вы будете помогать тому, кому душа лежит, чем вы просто вообще не будете этим заниматься. Поэтому, если хотите помогать, помогайте. Я здесь не могу не сказать, как представитель проекта «Доброе оказание», одна из моих задач – рассказывать об инструментах, с помощью которых люди могут помогать или просить о помощи. Я хочу вас навести на сервис «Добро.мейл.ру.казан». Это сервис, где собраны 10 проверенных благотворительных фондов, надежных, которые прошли проверку репутации, финансовой отчетности, юридической отчетности и так далее, которые выкладывают туда свои проекты «добро.мейл.ру.казан». Которые выкладывают туда свои проекты, где видно, сколько собрано, сколько еще осталось собрать, на какие конкретные цели. Возвращаясь к теме того, что все хотят показывать позитив, на самом деле в этом тоже есть своя соль, потому что люди устают от негатива, это правда. Поэтому уметь работать со СМИ и уметь подавать правильно этот контент – очень важно, если вы рассчитываете на то, что ваши проекты будут собирать деньги. Помогите людям, покажите им, как мир изменится и станет лучше, если они помогут, чем показывать им, как мир остается плохим, если вы не помогаете. Поэтому первое – это сервис «добро.мейл.ру.казан». Если вы понимаете, что кому-то хотите помочь, не знаете кому, вот всегда можете обратиться туда и сделать, например, про финансовые перечисления, я имею в виду. И там есть проекты, которым можно помочь делом. Например, нянечки в больницах всегда нужны для младенцев, у которых нет родителей и так далее. Еще про один проект расскажу, тоже, возможно, вам будет интересно. Это центральный благотворительный склад «Хорошие руки». Он открылся совсем недавно на улице Калинина, дом 3. У всех, наверное, есть проблемы, особенно у девочек, с тем, что нечего надеть, но в шкаф ничего не лезет. И это прекрасный благотворительный большой склад, куда можно привезти вещи, игрушки, и эти вещи потом будут переданы нуждающимся. Поэтому если есть желание помогать, то на самом деле очень важно просто найти инструмент, как это сделать. Как еще раз название? «Добро.мейл.ру.казан». Это сад. Второе. А благотворительный склад «Хорошие руки» находится по адресу Калинина, 3. Последнее мнение зала. Нет, туда берут не только новые вещи, но и гу. Перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алим. И вот я хочу сказать, что для меня все эти добровольческие организации, добровольческие центры – это организации, которые борются не с проблемой, а со следствием. Все-таки мы не сможем, например, укомплектовать даже один детский дом. Сколько на этом? Огромное количество денег. Скинуть 20 миллионов рублей, например. Мы сможем тысячи детским домам скинуть по 20 тысяч рублей. Ну и что это такое? Это ничего абсолютно. Может, все-таки стоит вашим организациям также свои силы направлять на то, чтобы решать проблему? Например, у нас в Республике Дагестан нет ни одного детского дома. Это все-таки какие-то ценности прививаются с самого детства. И даже если у ребенка нет родителей, его возьмут. Даже если очень дальние родственники его заберут себе. Это вот продолжение темы Кристины, например, семейные ценности. Ну это понятно все-таки. И другой пример. Например, летом у Госдумы проходили пикеты о внесении в уголовное наказание за насилие над животными. Ну просто как пример. Не то, чтобы там кричат, просто ходят по улице. А именно, вот, давайте внесем законопроект. Тоже решение проблемы, а не следствие этой проблемы. Может, все-таки стоит хотя бы какую-то часть своих сил именно на агитацию проводить, на всякие мероприятия, которые решают именно моральные проблемы. На самом деле этим много занимается общественная палата. Я согласна абсолютно с вашим комментарием. И крупные организации, которые действуют на уже таком масштабе. Понимаете, если вы доброволец, у вас три человека, и вы отвезли пачку памперсов в какой-то детский дом, ваш голос не так весом, как какого-нибудь фонда Анжелы Вавиловой, который, например, свой первый хоспис построили, и второй тоже, я так думаю, строит, в государственном частном партнерстве. Никогда бы они не набрали денег на целое здание. Это сейчас там по кирпичику еще как-то. Это все равно было здание, которое передали от государства. То же самое мне говорил Татьяна Миямина Забегина, когда мы только начинали ездить в детские дома, она говорила, Ляля, то, что ты делаешь, должно делать государство. А вот эти, вот эти, вот эти вопросы нужно закрывать сейчас в ручном режиме. Поэтому я совершенно согласна с вашим комментарием. Мы переходим к третьему заключительному вопросу. Вопрос мотивации с помощью кого и чего. В Государственной Думе Российской Федерации в 2017 году активно обсуждался вопрос мотивации волонтеров для их деятельности и различных добровольческих организаций. Зачастую там всплывали такие вещи, как мотивация при помощи дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ, мотивация при помощи различных финансовых инструментов и прочих вещей. Как вы считаете, действительно ли это положительно повлияет на вообще общий посыл вообще всего добровольческого движения? Потому что как раз-таки подобная вещь, на мой субъективный взгляд, может очень сильно дискредитировать добровольческое движение в принципе. Потому что люди туда будут идти не потому, что им хочется помогать, а потому что они хотят что-то себе взамен. Пожалуйста, эксперты. Да, я могу сказать. Отлично. Наконец-то. Нет, я пытался понять, чем связь, тема горя-добра и адресная помощь, плохо это или хорошо, ну окей. По поводу мотивации и можно ли правильно мотивировать детей, молодежь, тому, чтобы помогать людям. Как мне кажется, и все-таки мы говорим на аудитории 20-24 года, то цель государства дать возможность молодежи что-то поделать. Потому что, ну вот я теперь с 30 лет смотрю на все свои действия, которые я делал с 19 по 25. Все, что мы делали, все, что вы будете делать, это просто и все же делали Алия 19, когда занималась так называемыми бесполезными вещами, конфетами, закидыванием. И к вопросу молодого человека, что надо заниматься чем-то таким великим, прежде чем прийти и сделать что-то великое, сначала нужно попробовать на низком уровне показать собой себя. И фактически это такое сито, когда идет просев, сколько там, не знаю, миллионов молодежных людей, их просеивают, ну нас всех просеивали в хорошем смысле, разумеется, через разные сито бизнеса, добровольчества. Чтобы люди, каждый из нас мог попробовать самые различные области, например, вы качество ведущего сейчас. И найти себя наконец-то, чтобы в 25 лет начать отдавать обществу и человечеству тот ресурс, который мы вложили в вас, в том числе мы, наши налоги, наше государство, чтобы вы вообще это смогли попробовать. И вот только тогда, когда вы принесли 500 конфеток бесполезных детишек, собрали 500 тысяч рублей, и мама там вам по башке мешком дреснула, все это прекрасно по той причине, потому что если вы смогли, вы набрали опыт, экспириенс, сделали маленький левелап, и вдруг осознали, что вы можете больше. И сделали организацию, которая сначала провела, не знаю, взяла Лавишский район, сделала там крутой момент с детишками, все дети вдруг устроены в семье, и только потом на багаже своего опыта она смогла прийти в Госдуму и сказать, что мы сделали это, 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 мы профессионалы вот в этом, и мы предлагаем вам вот такое решение. Если же я в 19 лет скажу, а давайте мы все перестанем убивать, и будет счастье, отличная идея, ребят, но она почему-то не сработает, потому что немножко у меня не будет опыт, и главное, меня просто не воспримут. Поэтому, если говорить о мотивации и вообще чем заниматься, будет ли вам платить денег, не будет ли, хотите ли делать или нет, вдруг вам по башке треснут, знаете ли вы или нет, просто берете и делайте. Но включите немножко критическое мышление, если вдруг вы убите маленького котенка, и вы принесете ему молоко и ушли, то, скорее всего, он все равно сдохнет завтра. Если вы хотите спасти котенка, возьмите его, найдите телефон, благодаря телефону занимается животными, отнесите котенка, и это будет здравый смысл. И вот наша задача более взрослых НКОшек не в том, чтобы ругать от того, что девочка вдруг собрала для сестры там подруги деньги, а в том, чтобы каждый из вас со временем поднял свое мышление и мог уже понимать, что ага, котята, кто там у нас, зоозабота, кто знает зоозаботу, хоп, бренд уже растет, прекрасно, через 10 лет будет рук примерно 90%, там не знаю, донор, кто там, донор-серч, например, да, или уже не будет донор-серча. Поэтому вопрос про мотивацию и денег, честно, я не знаю и никто не знает, все это в режиме тестов, которые покажут спустя 5-10 лет, получится что-то или нет. Вот у меня вот такие мысли. Потому что очень было интересно сегодня слушать экспертов, и очень благодарна тем студентам, которые высказывают, и действительно уже прошли не первый год. Но я бы, наверное, хотела прокомментировать именно, наверное, объединив все три вопроса. Потому что, мне кажется, вот мы сейчас с вами здесь рассуждаем и говорим с позиции уже всех тех, кому как минимум за 18 лет. Но проблема именно, наверное, ну я имею в виду, начиная от студентов первого курса, которые здесь могут присутствовать и уже дальше. То есть не причисляя там себя, нисколько не хочу скинуть свой возраст. Но вопрос именно, наверное, прокомментировать то, что здесь вот ты хотелось бы объединить то, что говорил Алсу, и то, что говорил Алим, что вопрос, наверное, в самом сознании. Сейчас на данный момент можно увидеть, что люди где-то боятся доверять. Это и то, о чем говорил Роман, это то, о чем говорила Кристина в тех примерах, которые они проводили. И мне кажется, необходимо, когда мы читаем, мне было очень приятно читать стратегию воспитания, в принципе, до 2025 года, где основной целью идет именно формирование, созидание, созерцание, сострадание к людям. То есть основным вот этим трендом это прослеживается. Пока мы не научим с детства людей это формировать, учить, что нужно действительно помогать, сострадать, и это будет в нашем сознании, в том числе будут появляться инструменты. И здесь не должно ни на кого-то накладываться, что, мое мнение, не что это должен сделать только один фонд, или что должно это научить государство, или должна научить семья. Да, здесь должны объединенно работать все. И институт семьи, который в то же время сохраняет традицию, культуру, и действительно сохраняет традиции того народа, любого, а у любого народа очень глубокие традиции. В то же время и институт именно в плане образования, это школа, это вузы, которые именно начиная с дошкольного образования, общеобразовательного и высшего профессионального образования, работая в единой системе, продолжают этот путь. И, соответственно, общественные институты в лице общественных организаций и объединений. И если мы все будем объединены этой целью, то начиная с того, когда ребенок уже с садика и семьи понимает и закладывается вот это чувство, формируется чувство созидания и сострадания, то мы будем понимать уже как, будут уже инструменты, как это делать. И тогда человек, когда учится сам помогать, он потом будет уже понимать, что он может получить, и он к этому, соответственно, как бы у него склонны к этому мышление. И тогда, когда уже на выходе, в принципе, заканчивает вуз, и человек уже погружается в свободное плавание и сам реализуется как профессионал, то дальше он уже сам несет ответственность и уже начинает воспитывать следующее поколение. Поэтому, мне кажется, вот эта вот, как бы общая задача, вот именно в этом. Спасибо большое. Можно я вам тоже маленький комментарий скажу? Вот пока все говорили, действительно, пока говорил Арман Петрович, я услышала, ну, то есть вспомнила, точнее, в голове такую строчку из внека известного писателя Тараса Шевченко. Такая маленькая история. Декабрь, иду по набережной, зима, холодно. Подходит ко мне Васяк нищий, говорит, дай мне алтын. А я, говорит, поленился свитку расстегивать, и, говорит, Бог подаст. И иду дальше. Слышу плеск воды. Возвращаюсь бегом, люди приставы зовут. А нищий мой утопился. С тех пор всегда нищим подаю. А вдруг он на мне решил измерить предел человеческой жестокости. Вы, тут я услышала о том, что, мысль о том, что, да, три человека вывезли в памперсы, и что? А вы уже сделали мир лучше. Я не знаю, в 25 лет есть юношеский максимализм или нет? Уже нет. Это действительно какая-то, это какой-то опыт, наверное, все-таки есть. И если даже вы, я не знаю, подобрали мусор, бумажку, выкинули в урну, привезли вы эти конфеты, которые, дети любят конфеты, взрослые любят конфеты. Это если вы их привезли, значит, так надо было, и вы сделали этот мир немножко лучше. Все, что вы делаете во благо, ну, то есть, как бы, на добро не вешают ценник. Нельзя, это неправильно. Я добавлю ремарочку. Если вы скинули 5 тысяч рублей на кошелек, который не проверили, вы сделали добро внутри себя. Но, возможно, вы накормили мошенника. Но вы верили в это добро. И у вас где-то есть человечность какая-то. Если вы скинули сегодня... Можно придумать сервис виртуальный, где вы скинули виртуальные деньги. Да, я согласна. То, что грамотность эту повышать надо, грамотность. Я согласна с вами, да? Но если вы перекинули... То есть, сегодня вы перекинули 5 тысяч, допустим, вы не убили в себе человека, завтра вы сделаете что-то лучше. Вы не перекинете 5 тысяч. Вы поможете бабушке, вы поможете кому-то еще. Вы поможете другу, которому тяжело в психологической ситуации. То есть, с одной стороны, вот такие вещи, они учат. Учат тебя быть добрее. И чем больше их, тем лучше, я считаю. Я не знаю. Позвольте, я... Просто вопрос мотивации, он для меня настолько важный. И я тоже пытаюсь найти не только для себя самой мотивацию. Потому что 5 тысяч рублей сбросить, это, кстати, самое простое, что можно сделать. Надо же себя научиться мотивировать еще пойти, например, и действительно посидеть нянечкой в больнице с детьми. Но я вот к чему. Во-первых, Кристина, я надеюсь, что вы не обиделись, потому что я искренне рассчитываю, что юношеский максимализм – это прекрасное качество, которое даже во взрослых очень людям должно сохраняться. Вообще, это вот, наверное, такой очень важный момент. Вот все, что говорит Кристина, эмоционально призывая к тому, чтобы каждый человек на своем конкретно взятом участке жизни отвечал за то, чтобы лично он хотел и делал добрые дела. Есть еще важная такая история, которая присуща человеку как виду животного мира, живого мира, которому присущи помимо эмоционально-гормонального состояния еще и сознание. Вот в этом смысле мне кажется очень важным, когда форма и содержание, они идут друг с другом совместно. Я, наверное, такой пример приведу. Вы, наверное, заметили, что сейчас с развитием социальных сетей, когда вырастает огромное количество блогеров, которые получают колоссальную аудиторию просто потому, что она красивая фитоняшка или он мажористый парень, который хвастается тачками, вот эта красивая форма. И вы знаете, в некоторых случаях эта красивая форма, которая абсолютно, возможно, пуста изнутри, работает гораздо лучше, чем очень-очень опытный, очень-очень искренний и очень-очень честный Владимир Вавилов, который руководит одним из самых крупных благотворительных фондов. И в этом смысле хотелось бы, чтобы форма, вот эта красота, которая работает и people have it, всегда шла в помощь содержанию. И вот содержание было первичным. Да, важны эмоции, да, важно гормональное состояние, когда мы смотрим на картинку, и чутко сразу материнский инстинкт включается, и хочется помочь и этому, и тому, и пятому, и десятому. Но вот содержание, оно очень важно. И возвращаясь к вопросу про мотивацию, ну такой момент, я за то, чтобы как можно больше людей занимались благотворительностью. Поэтому если для этого нужна система мотивации, то она должна быть. Я считаю, что мотивировать людей, в том числе какими-то приятными ништячками, надо. К сожалению, наше шоу уже скоро подходит к концу. Я хотел бы немного сместить акценты с личной мотивацией на мотивации все-таки государства в сторону различных компаний и крупных корпораций. Все-таки, я думаю, многие в курсе, что за рубежом есть различный инструментарий финансовый, который позволяет приглашать различные компании и фирмы участвовать, так скажем, в различных благотворительных мероприятиях, потому что это снижает их налоги. У нас подобного в России инструмента нет. И зачастую, либо он, так скажем, не все о нем знают. Просто неофициально. Да, неофициально. Но суть в том, что со стороны государства мотивация должна, на мой взгляд, направлена быть не только в сторону каких-то конкретных людей, определенных целевых групп, а все-таки в сторону различных, в том числе и государственных компаний, у которых многомиллионные, многомиллиардные бюджеты, и которые могут взаимодействовать с конкретными людьми, которые занимаются добровольческими проектами, и помогать им. Можно я прокомментирую этот вопрос? Не стоит говорить, что компании никому не помогают. У любого крупного и даже не крупного бизнеса есть свой благотворительный бюджет. Просто в Татарстане у нас ситуация немного отличается от всей остальной России. Да, во всей России нет официального механизма снижения налогов, как в Европе и так далее. Мы все прекрасно понимаем, что в нашей стране этот механизм сейчас, на данном этапе развития общества, который связан с историей России, с тем, как у нас право собственности охраняется, как у нас вообще оно исторически складывалось, это невозможно. Если такой закон примут, первым спонсором моей некоммерческой организации станет мой муж. У него бизнес. И я прям даже не дам рыпнуться в другую сторону, как они будут сидеть и спонсировать мою организацию. И таких вот ситуаций будет очень много, когда будет замыкаться. Говоря о, в принципе, благотворительных бюджетах, нельзя говорить, что этого в Татарстане нет. Особенно после того, как у нас был год благотворительности, на мой взгляд, очень серьезно вся эта ситуация встряхнулась. И потом, обратите внимание, наш регион одним из первых закрыл программу ветхого жилья и переселения. Это все были благотворительные средства компании. Это все делалось на средства компании, а все не дастся. Параграмму парков и скверов. Все, что у нас есть в Татарстане лучше, чем в других регионах, сделано на средства бизнеса, который хорошо работает в Татарстане. Ну да, у нас нельзя прийти с улицы и добиться огромных денег, просто потому что ты красивый, у тебя большое горе. Но системно эта ситуация работает очень хорошо. А говоря про мотивацию, я вот лично считаю, что это здорово, это важно поддерживать волонтеров какими-то ништяками, но на уровне государства, на уровне баллов ЕГЭ и так далее мы пока не созрели. Когда вот у нас, я считаю, что ситуация с мошенниками, например, сходит на убыль. В лифтах больше не висят дети, с коробками уже меньше ходят на улицах. Люди начинают разбираться, потому что появились акселерирующие, вот эти вот агрегирующие сервисы, вроде Добро бы, Мэйлру, стала ситуация прозрачная. Когда ситуация с волонтерской помощью, с добровольчеством вырастет до такой же, когда будут некие агрегирующие сервисы и прозрачные ситуации с тем, кому и сколько раз ты помог, и как это можно посчитать реально, в ГТО все просто, сколько раз отжался, сколько пробежал, вот время. Тут все очень прозрачно. Когда точно так же станет прозрачно и понятно с добровольчеством, будет самое время вводить такую государственную мотивацию. Спасибо. Наше шоу подходит к концу. Я хотел бы, подытоживая все наше обсуждение, сказать, что основным лейтмотивом через все вопросы прошла проблема коммуникации между ребятами, которые только начинают осуществлять различные свои, реализовывать свои добровольческие проекты, и между людьми, которые уже на этом поприще добились определенных успехов. Если эта коммуникация будет, так скажем, более активная, то та волна популярности, которая сейчас есть вокруг добровольческого движения, вокруг волонтерства, она не спадет, а будет только расти. Да, и, конечно, финальное слово. Я как телерадиоведущая, которая здесь говорит громче всех, хочу вам сказать, что помогать — это очень модно. Всем спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!